МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каким вырастает человек напрямую, зависит от воспитания, которое он получил. Чувства любви к родине, патриотизм воспитываются в семье. Но, безусловно, сегодня это еще и просветительская, воспитательная работа. Не только в школе, колледже, но и в университете. Президент России Владимир Путин в одном из выступлений отмечал. Вопрос о патриотическом воспитании молодежи. На самом деле это разговор о самом главном, о ценностях, о нравственных основах, на которых мы можем и должны строить нашу жизнь. Воспитывать детей, развивать общество, в конечном итоге укреплять нашу страну. Тема воспитания патриотизма актуальна всегда. Что происходит с теми, кто забывает истоки и основу своего духовного богатства, историю собственного государства наглядно демонстрирует недавние события в Украине. Патриотизм – это любовь к родине. Любовь к родине я ближе всего бы сравнил бы с любовью к семье. Потому что, как и родину, семью мы не выбираем. И мы ее любим безвозмездно. И пытаемся сделать все самое лучшее для нее. В классическом смысле слово «патриотизм» никогда не меняло своего значения. В войне против Наполеона патриоты погибали за Россию. В Великой Отечественной войне погибли миллионы патриотов. Но постижение патриотизма начинается не с прочтения сухих цифр, статистики боевых потерь, а с рассказа о судьбе одного рядового солдата войны. Может ли воевать человек, несколько минут назад получивший тяжелое, впрочем нет, даже не тяжелое, а тяжелейшее ранение? Если взрыв у вражеского снаряда он швырнул на землю, если осколками ему вырвало оба глаза, раздробило челюсть, а все лицо превратило в самое настоящее кровавое месиво. Если после яркого солнечного света он камнем падает в черную кромешную тьму, теряет много крови, не может самостоятельно ни сесть, ни тем более шагнуть. Если через каждые 3-4 минуты он теряет сознание, может ли он еще воевать? Патриотизм? Я даже не знаю, как вам это сказать. Это нужно чувствовать всей душой. Патриотизм — это вера, искренняя и чистая во что-то светлое, яркая, твердая. Вера в завтрашний день. Вера в то, что что бы ни случилось, ты все равно будешь верен своей родине и никогда не предашь свои идеалы. Пусть не все отгробастала мне война, пусть настала мне, быть может, не глупые мозги или какую-то там душевность, или что-то там еще, но все-таки для того, чтобы человека любить, надо в него поверить. И вот тут прошу понять меня до конца. В меня поверили. Но поверили же тогда, когда я сам сумел поверить в себя. То есть тогда, когда я встал над слабостью, над болью, над бедой, когда начал улыбаться и шутить, да так, что от души смеялись другие. История человеческой судьбы солдата, воссозданная по дневникам фронтовика поэта Эдуарда Осадова, в моноспектакле актрисы театра «Орликин» Ульяны Павловой стал эмоциональной точкой в научной дискуссии о патриотизме. Добавил в отвлеченные факты понимание неразрывной связи времен, протянул связующую нить между поколениями. Продолжение следует...